Ну что, можно будет начать. Для начала я представлюсь. Я Александр Гатилов, я работаю в московском зоопарке. И я давно уже увлекаюсь террормистикой. И так получилось, что иногда тебе в руки попадают какие-то животные, которых ты видишь первый раз в жизни, или не первый раз в жизни, но просто видел до этого, но никогда не интересовался. И хочется понять, а как же сделать для них террариум, чтобы и животному было хорошо, и тебе нравилось. И тут возникает такая проблема. Получается, что если сделать террариум очень насыщенным, очень наполненным элементами, то в нем сложно следить с животным и непонятно состояние животного. Иногда ты просто не видишь его по 2-3 месяца или 1,5 года. И оно там может быть есть, может быть нет, может быть оно болеет, тяжело за ним ухаживать. Зато животному там может быть комфортно, если все сделано правильно. С другой стороны, можно сделать стеклянную банку, в которой нет ничего, постельная салфеточка снизу стоит, мисочка с водой и баночка с кальцием, и даешь сверчка с пинцетика. Тогда тебе все видно, все под контролем. Но животное может чувствовать себя не очень комфортно, не может проявлять естественное поведение, тоже такая крайность. И поскольку я работаю в зоопарке, хочется из этих двух крайностей сделать что-то такое, чтобы и животному было достаточно комфортно, чтобы оно могло проявлять естественное поведение, чтобы было приятно на него смотреть, и в то же время, чтобы животное было видно, чтобы за ним можно было нормально ухаживать, что тоже немаловажно. Вторая идея. Очень часто, когда оформляют террариум, берут зверюшку, коряшку, кусочек коры, напихали-напихали в террариум, посадили какое-нибудь растение ближайшее, которое было в цветочном магазине, и вроде как хорошо. Но в последнее время все больше и больше людей проникается идеей, что можно оформлять биотопные террариумы или псевдобиотопные, то есть то, как животное живет в природе, чтобы у тебя был маленький уголочек тропического леса. Мы сталкиваемся при этом оформлении с огромным количеством проблем, в том числе технических. Сейчас у нас появилось много новых материалов, но все равно мы не можем создать, например, в террариуме нормальное освещение. Если вы возьмете самый простенький фотометр, даже просто себе в телефон поставите программу, сходите на улицу и померяете освещенность на улице, а потом померяете себя в террариуме. Вы удивитесь. В террариуме под лампочкой экзотеровской, ультрафиолетовой, будет освещенность в районе 10 тысяч люкс. На улице сейчас освещенность в районе 60-70 тысяч люкс. А в солнечный день яркий будет 150 тысяч люкс. Поэтому в террариуме у нас полумрак. Обычно там 2-2,5-3 тысячи люкс. Окажется, что там яркое освещение, хорошее, прожектора горят. Поэтому на самом деле в террариуме очень мало света, и растения все находятся в угнетенном полумраке. Вторая штука. Террариумы у нас обычно небольшие. Редко кто может сделать террариум все полтора на два метра и там засадить в настоящие джунгли. А в маленьком террариуме хочется, чтобы выглядело густо, зелено и красиво. И тут мы сталкиваемся с такой проблемой, что растения так густо не растут, за редкими исключениями. И получается, что террариум смотрится лысенько. Или растения постоянно надо подсаживать, подпихивать новые, 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 новые. Но приходится искать некий компромисс. И, собственно, пытаясь сделать какой-то террариум, знакомясь с каким-то новым животным, можно попробовать подойти к этому с одной интересной стороны. Как не выезжая из своего уютного дома, сидя в кресле перед компьютером, посмотреть, как живет то животное, которое стало тебе внезапно интересно. Потому что сейчас найти информацию о условиях содержания животного стало достаточно просто. Можно посмотреть либо в русскоязычном интернете, либо в англоязычном. Переводчики работают замечательно. Огромное количество информации по температуре, по влажности, по условиям содержания. Но по оформлению бывают очень разные мнения. И часто животных держат технически. И, собственно, я расскажу скорее такой подход, методологию, как это можно делать. В качестве примера я решил в этот раз использовать зеленых мадагаскарских дневных гекконов, фельзум. Потому что почему бы и нет. И в процессе, вы видите, я столкнулся с некоторыми интересными проблемами. Вот. Собственно, вот пример технической банки, сделанной для фельзум. Маленькая пластиковая баночка, какой-то субстрат, какое-то растение и трубки, в которых они могут прятаться. Замечательно. Вентиляция есть, кормушка есть, больше ничего не нужно. Смотреть на такую скучно. Но когда у тебя ферма в 30, 40, 50, 80 террариумов, ухаживать за такими террариумами гораздо проще. Если делаешь это для дома, то можно сделать что-нибудь более интересное. Например, часто делают вот такие. Скучная тоже банка, техническая, снизу керамзит. Горшочек его можно вынуть, поставить другой следующий. Зато его удобно мыть. И несколько бамбучин. И вот так это выглядит на стойке. В принципе, достаточно зеленый, не вызывает резкого отторжения. Но однообразно хочется чего-то большего. Но почему-то все приходят к такой конструкции и сочетают бамбук и сенсивьеру. Интересный вопрос, почему? Сейчас попробуем разобраться. Вот еще вариант. И на самом деле бывает не только сенсивьера. Сажают и стандартные эпипремнумы, которые везде во всех террариумах у всех сидят. Несмотря на сочетание биотопов. Азия и Мадагаскар, где одно, где другое. А иногда делают вот такие вещи. Зеленые, красивые. Но кто скажет мне, что здесь не так? Здесь вот сидит уроплятус. Но что тут не так? Что не биотопно? Вот эти растения ничего не напоминают? Бромелии. Да, бромелии на Мадагаскаре. Отлично. Бромелии хорошие, красивые, доступные. Их здорово напихать туда, куда хочется. И они растут. Но если мы делаем биотопный террариум, ну хотя бы псевдобиотопный, путать Южную Америку и Мадагаскар, ну как-то не стоит. Хотя очень хочется. И многие так делают. Поэтому бромельки они везде. Ну и бывают совсем дикие варианты с устней, с телянцей устней видной, с какими-то совсем дикими зарослями. Совершенно не задумываясь о том, как оно смотрится в природе, но зато зелено богато, побольше носовали. В таком зоомагазине это будет привлекать посетителя. Но если мы хотим делать что-то более биотопное, надо от этого потихонечку отходить. И давайте… Да, ничего не видно, но в Википедии вы все видели. С чего начинается, собственно, поиск животного. Сперва надо узнать, как оно называется. Вы слышали какое-то название. Возможно, оно правильное, возможно, неправильное. Мы заходим просто в Google, и Google нам обычно подкидывает сразу ссылочку на страничку в Википедии этого животного. И самое важное, что там есть, это вот здесь вот, если бы могли увидеть, если бы была нормальная контрастность, латинское название. Это то, почему надо искать это животное. Потому что русские названия бывают разные, всех используют по-разному. Латинское название более-менее стабильное. И даже если оно устарело, уже сейчас в Википедии написано неправильное, по нему можно будет найти правильное животное на основных порталах, где это есть. Вот, его стоит использовать. Еще одна штука, которую здесь стоит посмотреть, это переключиться на другие языковые статьи. Потому что на русском языке статья может быть куцая, на английском может быть большая. Бывает и наоборот, на удивление. И стоит посмотреть информацию по роду животного, потому что иногда в статье, описывающей род, бывает информации больше, чем в видовой статье, а там просто вид упоминается как бы вскользь. И интересные ссылочки на то, что ведет вас дальше в нужную сторону. То есть попробуйте смотреть сюда чуть шире, чем оно вам сразу показывается. Иногда в списке литературы, здесь по филизумам очень куца, тоже бывают какие-то интересные ссылки на то, что может быть. И, собственно, смотрим, переходим на разные виды филизум. Очень часто бывает карта с ареалами. На Википедии они есть не всегда, они не всегда хорошие, но я покажу места, где есть хорошие карты. И здесь же можно увидеть, здесь была хорошая ссылка на хорошую статью, которую можно посмотреть. Но, собственно, а, и есть хорошее место, где смотрят статьи про рептилий. Вот здесь они как раз указаны. Это база данных по рептилиям. Reptile Dead Bass. Она там есть. И, собственно, переходите, и там уже будет хорошая подборочка статей, которые стоит почитать. Так получилось, что филизуем основная масса статей на немецком языке. Сейчас с помощью Google Translate это не слишком непреодолимые препятствия, но читать не очень удобно. И к вопросу о языковых статьях. Собственно, 4-глазкового филизума вот статья на русском. У нее есть карта, какое-то описание, ссылочки и куцый огрызок этой статьи на английском. Бывает и так. Пробуйте разные языки. Иногда на каком-нибудь вьетнамском оказывается очень хорошая статья. Читать ее тяжело, но в ней бывают интересные ссылки. А ссылки всегда ведут в хорошие места, где написано на английском. Очень часто. И, собственно, вот она, база данных по рептилиям. Вот страничка по… Ой, а что у нас с резкостью? Вот страничка по 4-глазковому филизуме и списочек статей, которые по ней можно посмотреть. И смотрим на эти статьи. Написаны авторы, написано про что это статья. Можно не открывая прикинуть, нужно ли оно тебе. Потому что если там будет статья, например, по систематике и каким-нибудь ДНК-маркерам, то очень часто указывают местоположение, откуда животное было отловлено. Это удобно, чтобы посмотреть конкретный локалитет и потом из космоса заглянуть в этот лес. Это здорово. Это стоит проверять. Если там идет разбор какой-нибудь ревизии рода, там тоже бывают очень интересные штуки, потому что обсуждается, чем они отличаются, где они живут, как они друг с дружкой конкурируют, какие-то штуки. Иногда бывают совершенно невероятные статьи, которые вроде бы совершенно не про то, что тебе не нужны и не интересны, но там внезапно оказывается нужная информация. Поэтому стоит пробежаться по основным. Благо ссылки они везде есть, можно их подергать, посмотреть. Часть ссылок, естественно, уже мертвая, но можно по названию статьи ее поискать. И на том же C-хабе все эти статьи обязательно будут. И, собственно, еще одно место, где можно брать хорошую информацию по животным. К сожалению, сейчас этот сайт адаптировали под планшетные компьютеры, под телефоны, и он стал очень неудобоваримый, но все-таки пользоваться им можно. Это EOL, энциклопедия жизни. На нем собрано очень много информации по практически любому животному, которое может пойти вам в голову. Там обязательно будет раздел, да, светло-голубым написано, раздел с картами, раздел с детальной информацией. И в случае, если там по животному есть, там его ДНК-код он там будет, если будут реалы, они там будут, если будут ссылки на какие-то другие агрегаторы информации, они там будут. То есть они собирают все, что можно собрать по этому животному, с указанием ссылок. Это тоже очень полезно. Можно всегда перейти и посмотреть, а почему там вот это животное написано живет там 15 лет, хотя все считают, что оно живет 70. И там будет ссылочка на статью, с нее ссылочка на статью, остой на статью, и выяснится, что в конце 50-х годов немцы проводили исследования по зоопаркам, и да, у них есть одно данное про одно животное, которое жило в зоопарке, и оно прожило 15 лет. И они, честно, это указали. А потом все про это забыли, передали, и теперь считают, что оно живет 15 лет. На самом деле никто не знает. Здесь же есть карта. К сожалению, тоже ничего не видно. Это карта интерактивная. Прямо на гугл-картах раскиданы маркеры. И там указаны точки, из которых взяты образцы, которые, собственно, там упоминаются в этой статье. Это очень хорошо, потому что, если эту карту приблизить, то можно будет посмотреть конкретные локалитеты и искать фотографии уже по местности. То есть вы знаете, где водится ваше животное, гарантированно. Там тоже иногда бывают ошибки, и какая-нибудь среднеземноморская черепаха внезапно оказывается на островах Тихом океане. Пара точек отмечена. Кто-то где-то ошибся. Такое бывает, но здравый смысл вам всегда подскажет, что стоит смотреть. Здесь же можно посмотреть на то, как выглядит ваше животное. Это набор проверенных фотографий. Они не всегда высокохудожественные, но зачастую они сделаны в природе, и можно посмотреть на то, на чем сидят эти филизумы. И, например, с четырехглазковой филизума выясняется, что сидит она вовсе не на бамбуках, а на пальмах. И на пальмовых стволах, на бамбуковых стволах. Не гнушается всяких заборов, домов. И часто фотография. Вот я поехал отдыхать и встретил филизуму в баре на стенке. Именно четырехглазковую. Впрочем, широкохвостая точно так же делает. Можно с ней познакомиться, посмотреть типичные места, где люди ее застают. С картами, да, получается такая штуковина. Мы приближаем участочек, у них открывается отдельная страничка с картой, и можно посмотреть прямо до самой последней точки, в каком районе, какой дороге ее встретили. Иногда бывают очень интересные вещи, когда ты смотришь на такую карту и понимаешь, что все точки раскиданы вдоль дорог. Особенно это касается Австралии, австралийских животных, или Аргентины, например. Потому что ты едешь по дороге, у тебя машина, у тебя в машине вода, и тебе хорошо. Если ты ушел в пустыню без машины, есть шанс, что ты оттуда не вернешься, и никому про свои находки не расскажешь. Поэтому находки там делаются вдоль дорог. Кто-то остановился у дороги и описал новую ящерку. И как бы да, новая статья. И дальше по дорогам все ездят, и все описывают. А чуть в сторону, и никто не знает, что там происходит, что там живет, как оно вообще существует. Но этим можно пользоваться, потому что эти животные, там их кто-то видел. И вы можете сами подсмотреть, как они там живут. Переходим к поиску статей и начинаем с базы данных и с EOLA дергать статьи по одной, смотреть. Плюс у нас уже возникает ощущение, что мы хотим найти. Латинское название животного. Иногда роды, иногда виды. Прямо закидываем в поисковик. И, например, какой-нибудь хэбит добавляем. Или какое-нибудь название региона, где она живет, которую мы посмотрели на карте. Какая-нибудь Ранумафана, например, на Мадагаскаре. Там заповедник. И можно посмотреть, как она там живет. И вам начинают выпадать статьи, которые вы по одной пролистываете, просматриваете, что же там такое есть. И, например, по фельзумам есть совершенно чудесная статья, вот такая, обзор рода фельзума, сделанная Иван Хегином, одним из таких серьезных фельзумятников. И там, собственно, рассматривается на севере Мадагаскара один кусочек, где они переописали кучу новых видов фельзум, как они живут, нашли тех фельзум, которых там никогда не находили. И в этой же статье очень детальное, очень чудесное описание того, где они и как существуют. с фотографиями. Нам это очень важно, нужно и интересно. К сожалению, текста, опять же, не видно, но продраться через текст статьи можно по, собственно, поиску. И попадаются фотографии как локалитетов, таких вот отдаленных, где они живут, так и мест встречи, где эти фельзумки сидят в своем, естественно, местном обитании. Опять же, если вам понравилось, как пишет автор, автор пишет толковые вещи, и в списке литературы в конце там тоже написано каких-то штук, посмотрите вообще статьи этого автора. Наверняка он что-нибудь еще писал, что вам так сразу не подвернулось. И может быть в другой его работе вам покажется что-то интересное. Бывают, у разных людей есть разные места, где они складывают свои статьи. Иногда бывает так, что в какой-нибудь социальной сети у него лежит целая куча его статей, и можно их брать, использовать и, собственно, смотреть. И тоже продираемся по тексту с помощью поиска, смотрим, где упоминается наше интересующее нас животное. Опять же, выясняется, что да, вот эти фельзумы живут на пальмах, на бананах и с бамбуком связаны достаточно мало. Но при этом они бамбуком не гнушаются, они живут и на бамбуках, но основная масса их в пальмах. Смотрим другие статьи, иногда бывают совершенно интересные вещи. Я решил посмотреть, а какие бамбуки живут на Мадагаскаре. Бамбуков очень много разных, выяснилось, что их там больше 60 видов, только местных бамбуков, плюс еще те, которые живут по всем тропикам. И бамбузовульгарис, вот этот самый обычный бамбук, он там тоже есть. Он есть и в Азии, и там, и везде, везде, везде. И, например, вот эта статья, она посвящена питанию мадагаскарского лемура, который питается бамбуком. Вот такой аналог панды, только мадагаскарский. И там про фельзум ничего нет, но зато написано про локалитет и про бамбук, про то, как это растет. Потому что просто автор статьи интересовался лемуром, а не бамбуком. Но нам это интересно, потому что нам интересно место, где они живут. И бывают разные интересные штуки. Вот эта статья чудесный кусочек я здесь показал. Потом ссылочки можно будет посмотреть у меня на компьютере. В этой статье, собственно, разбирается то, как меняется предпочтение фельзума. Дело в том, что в Мадагаскаре леса очень часто вырубают местные жители, и вместо первичного тропического леса вырастает вторичка. Либо какие-то заросли бамбука, либо очень часто даже делают какие-то плантации или пустыри остаются. И оказалось, что многие виды фельзума, за исключением фельзума сейпи, и квадрицелята, и латикауда, они очень хорошо и уверенно себя чувствуют во вторичных лесах. И еще более уверенно они себя чувствуют на плантациях бананов. Они туда уходят. Там хорошо, там сытно, там кормно, там есть укрытие, там есть где отложить яйца. И поэтому, если вы хотите сделать настоящий мадагаскарский террариум для настоящей фельзумы, посадите в террариуме банан. Ей там будет хорошо. Но, к сожалению, террариум у нас ограничен размерами. Банан там можно вставить только ствол, а он недолговечный. Поэтому, собственно, все и ограничиваются тем, с чем фельзумы у нас ассоциируются, с бамбуками. Где можно еще набрать хороших фотографий и на задние фоны для террариума, если вы печатаете картинку, чтобы было красиво, как в природе, и на то, как вдохновиться, как это выглядит. Сейчас все еще существует фликер, он потихонечку начинает загибаться, они там что-то сделали с политикой хранения фотографий. Но там еще довольно большие коллекции, и раньше люди выгружали туда фотографии своих экспедиций. Можно зайти на этот фликер и, комбинируя разные слова в заголовке, название животного английское, название животного латинское, локалитеты или просто слово Мадагаскар, пытаться найти. Здесь вот по запросу Ранамофана и Геккон. И помимо, собственно, интересных нам фельзумов попадают еще уроплятусы замечательные и куча всего остального. Но можно посмотреть, на чем, опять же, встречают наших фельзумок. И здесь, опять же, это заборы, стены, пальмы. Если убрать оттуда локалитет Ранамофана, оставить просто дневной Геккон, то иногда попадаются очень интересные фотографии. Но фликер надо листать долго и решительно. Листайте, листайте, листайте. Это потребляет огромное количество оперативной памяти. Фотографий много, они все грузятся, вы открываете их в новых вкладочках. Открыли фотографии, посмотрели. Автор очень часто указывает здесь, где она снята. Иногда бывает даже экзифы приписаны к фотографии, можно посмотреть прям точку на глобусе. И иногда бывает альбом. Фотография не просто так валяется у него, в профиле, а некий альбом. И вот здесь Мадагаскар 2012, как он съездил в Мадагаскар, там отчет о трехнедельной поездке. И там этих фельдзумов, в общем, в разных позах наснято целый альбом. Помимо всего прочего, лемуров и хамелеонов. И опять же, можно посмотреть на тот лес, в котором все это снималось. Это очень хорошо, потому что фотографии просто человека, просто в лесу, найти непонятно по каким словам. А рядышком с тем, что тебе нужно, она находится как раз там, где надо. Вот. И, собственно... Эй. Вот, да, альбомчик. Вот. И переходим к нему в альбомы. Кивсички, удавчики и фельдзумки на разных интересных там штуках. И лес, который там рядышком растет. Вот. Если шерстить еще другие альбомы, попадаются такие штуки. Опять же, видно цветок банана, и на нем кормятся фельдзумы, собирая нектар. Фельдзумки любят нектар, любят подпревшие бананчики, такие перебродившие. Вот. С удовольствием на этом всем кормятся. Банановое пюре – это отличная подкормка для ваших геккончиков. Вот. И иногда попадаются вот такие фотографии. Вот то самое, что мы видели, что мы привыкли встречать, ожидать в эти районные с фельдзумой. Бамбук, фельдзума, листики, красиво, зелено. Единственная проблема – это Гавайи. Вот. Фельдзумы на бамбуках снимают обычно на Гавайях, около бара. Вот. Но они там живут, хоть это не их родной локалитет, вот, это вполне возможно. А с Мадагаскаром есть одна маленькая проблемка. На этом острове почему-то как-то почти никто ничего не снимает с привязкой. Если посмотреть, например, опять же, плохо видно, к сожалению, у Юго-Восточной Азии она вся синяя. Синяя – это те точки, где есть гугл-панорамы или стрит-вью. На Южной Африке она вся вон синяя-синюшная с панорамами и с точками. На Мадагаскаре несколько маленьких пятнышек. Весь Мадагаскар терра инкогнито. Никто там ничего не снимает, никакие гугл-мобили там не ездят. Гугл-шерпы не носят свои камеры по тропинкам. Там буквально пара парков отснята в нескольких точках. И искать фотографии достаточно тяжело. Я думал, что хуже Пакистана в этом плане ничего нет. Оказалось, что есть Мадагаскар. На удивление. При том, что это один из наиболее изученных регионов по герпетофауне. Но, к сожалению, вот так. И, собственно, да, опять же ничего не видно. Желтенькие дорожки. И вот отдельные точечки, где кто-то что-то снимал. Ищите тело и квалитеты, которые вам интересны. И по каждой точечке смотрите фотографии, которые там снизу есть. Обычно это бывает что-то туристическое и скучное. Или какие-то панорамы на мосту. Но иногда бывают такие приятные кусочки, которые прям вот лес-лес. Настоящая круговая панорама. Да, это вторичный лес. Да, он около дороги. Но он примерно там, где нужен. И если потыкаться, по сравнению фотографии из Google Card и из Flickr, то выглядит все достаточно приятно и похоже. Пробуйте, ищите. И, возможно, вы найдете ту самую картинку. Ее выложат буквально через час после моего рассказа, которая вам была и нужна. И можно поискать и найти вот такие штуки. Вот бамбук на Мадагаскаре из нацпарка. Это не панорама, это картинка. Она не слишком высокого разрешения. Но это то, что вы увидите, приехав на Мадагаскар и садя с тропы в лес. И такую штуку уже вполне можно использовать для задника террариума, если вы найдете ее подходящего размера. К вопросу о размерах. Бамбуки вот такие. И обратите внимание на количество зелени и какая зелень там есть. С инфеерами там даже не пахнет. Они там не растут. Потому что они из других, более засушливых частей Мадагаскара. Да, они есть, они пересекаются по ареалам. Если так вот грубо водить на карте с фельдзумами, но это немножко другое место. А в чистом бамбуковом лесу, кроме бамбука, собственно, ничего нет практически. То есть бамбуковый опад и бамбуковые стволы. Все. Поэтому террариум для фельдзума должен выглядеть вот так. Несколько бамбуковых палок и такой прелый бамбуковый опад снизу. А зелень мы ставим туда потому, что фельдзумы все-таки живут не у самой земли, где что-то такое растет, а повыше в кронах. И опять же в тех статьях, которые мы там до этого листали, там смотрели на какой высоте живут фельдзумы. От метра до двух, до пяти некоторые виды. И там 2-3 метра это их нормальная высота. На этой высоте сенсиверы уже тоже точно не растет. Там совсем другая влажность, совсем другая вентиляция. Но чтобы создать какую-то зелень, с которой фельдзумы сталкиваются в природе, нам приходится использовать растение. И если мы оформляем террариум, есть такие уже готовые варианты. Просто напилили бамбука стеночкой, задекорировали светильник. Или вот Экзотера продает такой готовый комплект. Бамбуковая стенка, бамбуковая вставка и террариум с всем-всем-всем. Может быть в пантерике можно спросить, сколько это стоит, но я даже боюсь это спрашивать. А самое главное, что на картинке это все кажется красивым и зеленым. Когда вы смотрите на эти пластиковые бамбуковые формы, они уже не настолько натуралистичны. А сейчас в наше время можно купить и корешки бамбука, и стволы бамбука. Это будут настоящие бамбуковые штуки. Да, они не настолько долговечны, насколько долговечен пластик, но за 3-4 года у вас уже меняется представление о том, как должен выглядеть террариум, и вы все равно хотите его переделать. А 3-4 года бамбук в террариуме держится. Вполне нормально, без всякой обработки. Вот. И вот, собственно, экзотеровское пример оформления. Экзотеровский черепочек, экзотеровские кости, экзотеровская вставка, экзотеровская стенка. И у всех все одинаковое, зеленое, стоит такими штабелями. Вот. Никакого креатива, зато это. Хочу террариум. И он есть. Вот. Очень удобно. Вот. Верните обратно. А когда мы хотим добавить каких-то растений, приходится использовать что-то похожее на бамбуковую листву или не сильно отличающееся визуально от этого. И да, разные люди используют то, что им приходит в голову. Например, драцены можно использовать. Можно использовать сенсивьеры, потому что, ну куда от них денешься, вроде как Мадагаскар, вроде как зелененькие. А самое главное, фельзумы на них с удовольствием сидят, не повреждают их листья и прячутся в них, яйца откладывают. То есть это хорошее такое убежище-укрывище, имитация маленькой домашней пальмы в ограниченном объеме. По крайней мере, фельзумы она устраивает в полной мере. Вот. Никто не мешает вам делать что-то вот такое, совершенно им не родственное, потому что тропический лес бывает очень разный. И на опушках леса фельзумы вполне могут жить и в такой штуке. Но это уже не совсем их родной биотоп. И да, растения здесь, естественно, бромельки опять же, пепперомия зачем-то здесь сидит. Вот. Но вы художник, кто вам запретит. Вот. Это будет совсем псевдобиотоп. Вот это более биотопно, но тоже смотрится заборно. И, как это сказать, ну такая штука на стеллаже стоит, как бы, и они все одинаковые. Удобно, зелено, фельзумам нравится, а вам, ну, делайте, чтобы нравилось вам. Я бы добавил в это дело немножко больше хаоса, чтобы оно смотрелось, как в диком бамбуковом лесу. Вот. Но здесь художник другой, он видит так, поэтому кто ему мешает. Еще одно растение, которое тоже может попытаться вставить, это замиокулькас. Замечательное ароидное растение, которое хорошо растет. Есть у него одна проблема. Вы покупаете маленькое в горшочке, и оно начинает набирать массу. А замиокульк, которому хорошо, может быть выше вот этой стойки. Вот. С вот такими блинами на листьях. И очень быстро во влажном террариуме он набирает эту массу, подпирает верхнюю стенку, и вам приходится его выкорчевывать. Вот. Хотя, в принципе, его листики можно обрезать, и нормально он живет с обрезанными листиками. Вот. Но для чего-нибудь крепкого, толстого его вполне можно использовать, сломать его непросто. Так. Вот. Ну, вот еще вариант, да, с драценами. И зачем-то напихали бромелек, опять же. Ну, потому что хочется, хочется. Вот. А это то, как живут фельзумы у себя в природе. Это фельзумы клеммери, небольшая фельзумка, но какие-нибудь латикауды и грандисы живут точно так же. Бамбуковый ствол. Вот здесь расщеп, в котором она прячется в случае опасности. И зеленые листва вокруг, которые мы никак не можем воссоздать в террарии, кроме как из пластика. Вот. Ну что, какие-нибудь вопросы у вас есть? Поэтому, если есть, то надо задавать. Если нет, дерзайте. Спасибо за лекцию. Хотелось спросить. У фельзум есть репутация таких, как бы это повежливее. Ну, в общем, закакивают они все очень основательно. И ладно, если они закакают стекло, а есть какие-нибудь практичные решения, вот тоже живые, биотопные, которые легко мыть и быстро очищать от этого всего? Собственно, выбор растений с прямыми гладкими листьями связан как раз таки с этим. Вы берете прыскалочку, опрыскиваете все, чтобы оно размокло. Вот, оно размокает 5 минут. После этого сильной струей воды все это сгоняете вниз. И оно все отваливается, исчезает, пропадает. Если оно прям совсем прилепло, прикипело, можно аккуратно там зубной щеточкой, кисточкой и тряпочкой это стереть. К сожалению, чтобы они меньше какали, надо меньше животных. Вот, то есть больше объем. Делайте большой террариум, он загаживается медленнее. Делайте маленький террариум, загаживается быстрее. Тут вариантов как бы... Или не кормить. Макрицы не ползают по листикам и не едят какашечки. Фельзумы будут приклеивать их везде, на бамбуки, на листья, на стеночки, на потолок, на заднюю стенку, куда вам трудно залезть. Поэтому опрыскиваете раз так широким струей, а потом узким, сильным, тем самым сгоняете водой, тонкой струйкой. А вот в грунте могут жить макрицы, и все, что упало в грунт, переходит к макрицам. Они сразу все это съедают. Но макрицы будут грызти бамбук, поэтому с ними он просто существует чуть меньше. Он будет там влажный, они будут его есть с удовольствием. Пропитывать его чем-то защищать, наверное, можно, но это какая-то совсем космическая технология, проще менять. Кажется, совсем все понятно? Тогда вы можете пробраться вот туда, в уголочек, там у нас есть еще пока бамбук, и можете отпереть себе столько, сколько вам хочется. Можно напереть его по диагонали, сделать так, как будто кто-то пришел в лес, нарубал бамбук мачете, и собрать такого бамбукового ежика, например. А я сейчас отдам микрофон следующему лектору, и переберусь туда же, и буду там оформлять террариум, так как это кажется мне, как я уже делал, как мне нравится. А вы сможете потом его посмотреть, и кажется, завтра этот террариум будет продавать с аукциона. Вот так. Всем спасибо.